Вы никогда не задумывались, почему одни люди становятся успешными, а другие неудачниками? Одни зарабатывают миллиарды, а другие не знают, чем заплатить за квартиру. Одних показывают по телевизору, а другие его только смотрят. Конечно, легче всего, глядя на успешного человека, сказать, что все в жизни ему досталось благодаря удаче и связям. Достойное образование оплатили родители, занялся бизнесом благодаря школьному другу, а в шоу-бизнес продвинула национальная диаспора. Можете и дальше утешать себя подобными аргументами. Но тысячи примеров людей из простых семей, без копейки за душой, добившихся в жизни всего, говорят об обратном. Мозг. Вот настоящая причина побед и неудач. При рождении у всех нас он был одинаковым. Если бы отличался, то ученые смогли бы определить степень успешности и благосостояния ребенка еще в раннем возрасте. Но это невозможно, потому что будущее любого человека зависит от интеллектуальных тренировок. Это как в спорте. Кубики на животе сами не появятся. Чтобы почувствовать их, нужно много трудиться в спортзале, постоянно повышая нагрузку. Бывший хлюпик, годами работающий со штангой, сегодня может поднимать огромный вес одной рукой, потому что теперь он максимально использует свой мышечный потенциал. Среднестатистический человек задействует возможности мозга не более чем на 10%. Все остальное нужно тренировать, иначе орган атрофируется. Знаете, чем отличается успешный человек от неудачника? Мышлением. Глядя на роскошный автомобиль, один думает, что ему нужно много лет экономить, чтобы купить такой. Другой понимает, что необходимо больше зарабатывать и находит быстрое решение, как это сделать. Все потому, что люди с натренированным мозгом не живут шаблонами, как большинство. Они умеют быстро принимать решения, достигать поставленных целей, добиваться любого результата. Разорившись однажды, быстро строят еще более успешную компанию. А вот попробуйте обычного слесаря, всю жизнь проработавшего на одном заводе, уволить. Он может не выжить, потому что привык к шаблону «дом», «работа», «жена», скорее бы отпуск. Интеллектуальные тренировки нужны для того, чтобы вырваться из шаблона. Наивно думать, что стать успешным, влиятельным и богатым можно, прочитав книгу, посетив бизнес-тренинг или семинар. Тренировка – это не разовое мероприятие, а систематическое. Попробуйте накачать бицепс, проведя выходные в обществе именитого культуриста. Или научиться водить автомобиль, посетив двухдневный семинар с опытным шофером. Не получится, потому что чудес не бывает. Вот поэтому вам стоит начать тренировать свой интеллект. А сделать это лучше всего в интеллект-спорт-клубах Академии Победителей. Любая спортивная тренировка состоит из нескольких этапов. Работы с тренажерами, спарринг-встреч и наставлений тренера. Интеллектуальные спортзалы построены по тому же принципу. Есть и спарринги между учениками, и тренажеры в виде материалов для самостоятельного изучения. И, конечно же, интеллект-тренер, который сам прошел путь от простого мастера на автозаводе до влиятельного предпринимателя. Его задача — передать свой опыт и знания и заставить работать мозг тех, у кого он есть. Если вы хотите стать успешным и изменить свою жизнь, то скорее записывайтесь в интеллект-клуб... Субтитры создавал DimaTorzok